Всем привет, всем добрый вечер. Мы всех запустили в комнату, из комнаты ожидания. Напишите, пожалуйста, сейчас, что вы меня слышите, не видите. Ну что, мы сегодня вас радостно приветствуем в нашем сегодняшнем эксперименте. Мы будем делать такой экспериментальный онлайн-воркшоп по заявленной теме. Это в прямом смысле эксперимент, который мы проводим в рамках сообщества Sebo Digital Community. Этим форматом мы исследуем вариант активности, который, надеемся, приживется и будет повторяться из раз в раз. И эта идея, она пришла от одного из участников сообщества Сергея Паршина. Она с нами на связи, скоро представится и будет, собственно, тем, кто будет нам помогать идти последовательно по процессу. Мы не знаем, что из этого получится, но нам жутко интересно. Нам жутко интересно это попробовать. Есть вера и надежда, что это будет интересно, полезно. И в конце воркшопа мы хотим на выходе получить такой документ, значит, условное такое аналитическое исследование, да, методом сбора коллективной экспертизы с экспертов. И потом его проанонсировать от имени сообщества и от имени тех активных участников, экспертов, кто сегодня будет помогать это делать. Значит, собственно, в какой роли можно быть сегодня? Здесь можно быть в двух ролях, да, либо роль активных участников, вы подключаетесь, участвуете в дискуссии, предлагаете свои варианты ответов на вопросы, свои мысли озвучиваете, дискутируете. Но также можно быть в роли просто участников, слушателей, наблюдателей. Вот как вам комфортно. Давайте мы для начала познакомимся по традиции. Напишите, пожалуйста, в чат, с какой вы компанией, чем там занимаетесь, какую решаете задачу. Так мы узнаем, кто здесь и увидим, она здесь снова увидится, и вы тоже познакомитесь. И второй мой вопрос. Подумайте сразу же, в какой роли вы хотите быть. Не обязательно решение принимать сразу, прямо сейчас. Сейчас мы дадим слово, сейчас я дам слово Сергею. Сергей расскажет немножко об общем контексте, об общей идее и задаче. И потом я вас спрошу, в какую роли вы хотите быть. Сразу же подключиться в роли участника активного или наблюдателя. Если вы почувствуете, что не готовы сразу же, может быть, вы почувствуете позже. Поэтому вы себя здесь чувствуете свободно. Если захотите позже включиться, свободно это делайте. Подключайтесь, представляйтесь и включайте дискуссию, диалог. Значит, это такая организационная справка о сегодняшнем нашем мероприятии. Вижу, что вы пишете, здорово. Компании разные, Siemens и Gazprom. Вообще сегодня такое интересное наблюдение. Вот сегодняшнее мероприятие обладает повышенным интересом, и для нас это какой-то интересный сигнал. Интересно будет знать, почему так, и разобраться в этом, чтобы этот опыт сделать этим прикладным и полезным, и повторять в дальнейшем. И, как и всегда, на всех встречах я говорю, что сообщество это открытое. Если вы работаете в среде цифровизации промышленности, в любой компании, абсолютно неважно, внутри индустрии или индустриальной компании, либо снаружи вы помогаете проект реализовывать, пожалуйста, приходите с идеями, со своими темами, с кейсами, с вот такими идеями, вот таких экспериментов. Мы вас с удовольствием послушаем, поможем вам передумать, доупаковать, как можно ваш контент или вашу идею приземлить в сообщество и сделать так, чтобы это было интересно и полезно. Наши команды, собственно, этим и занимаются. Мы ищем всех желающих, всех, кому интересно какую-то активность делать в сообществе. Сергей, я тебе сейчас слово передам тогда, я буду вместе с вами, Сергей в дальнейшем будет непосредственно нам помогать. И по методологии, она не сложная, она последовательная, но она есть и по модерации, и по сутевой составляющей. Я буду с вами все это время тоже, буду помогать Сергею, значит, нас всех вести маршрут. Сергей, представься, пожалуйста, скажи, откуда у тебя эта идея пришла, как это связано, может, с твоей деятельностью. Немножечко погрузи нас в свою историю, и потом давай перейдем к самой идее, сегодняшнему мероприятию. Всем привет, меня слышно? Да, слышно. Хорошо, собственно говоря, сегодня мы собираемся провести воркшоп по тематике, кому в современной крупной компании нужно иметь базовый навык в Data Science. И чуть-чуть представлюсь, кто я такой, да, собственно говоря, я являюсь дата-сайентистом в компании Air Liquid, если по-английски говорить. Моя ответственность в рамках компании – это разработка Data Science кейсов, а также я ответственный за инфраструктуру для развертывания Data Science решений, и также повышение компетенции Data Science самих дата-сайентистов, а также доменных экспертов. Собственно говоря, поэтому данная тематика для меня близка, и другой момент, который хотелось бы тоже здесь сказать, то что я по образованию, я криогенщик, технолог-криогенщик, то есть специалист по низкотемпературной технике, и в Data Science я пришел уже после своего основного образования, поэтому я знаю как доменную область, так и Data Science область, поэтому я заметил то, что для доменных экспертов было бы интересно также иметь навыки Data Science и полезно, поэтому я решил поднять данную дискуссию. Собственно говоря, здесь мы видим адженду, то, о чем мы будем говорить, то есть вначале я расскажу вообще, как я пришел к данной проблематике, затем мы оценим, какие два очевидных подхода к тому, как решить поставленную задачу, затем я подведу участников дискуссии к альтернативным подходам решения поставленной задачи, и затем мы будем уже обсуждать альтернативные подходы. И вот как раз таки на обсуждение альтернативных подходов будет у нас основная дискуссия. Затем мы проведем голосование и обсуждение результатов, собственно говоря, тех подходов, о которых мы будем говорить. Собственно говоря, цель воркшопа я уже сказал, и ожидаем результатов, что мы придем к ключевым идеям и выводам по данной тематике. И формат обсуждения дискуссии, поэтому если вы хотите что-то сказать, в течение того, как я буду говорить, лучше написать в чат. А в определенных моментах я озвучил о том, что на данном сайде можно подискупировать насчет поставленной задачи. Собственно говоря, правила воркшопа не перебивайте друг друга. Давайте начнем и давайте поговорим о том, какие жизненные примеры привели меня к постановке данной проблемы. И хотелось бы рассмотреть вот такой вот пример. Вот у нас есть, допустим, у нас есть инженер, либо инженер-липотехнолог, который хочет оптимизировать производственную установку, либо который хочет проанализировать работу оборудования. Как это на данный момент выглядит в компаниях и какие примеры я видел на основе моего опыта. Вот у нас есть инженер, ему пришла идея, допустим, оптимизации производственной установки, потребления ресурсов, например, производственной установки. Что инженер должен сделать? Он должен выбрать инструмент, которому будет оптимизировать производственную установку. Это может быть известный для инженеров инструмент Hi-Sys или, допустим, Excel. Затем ему нужно связаться с источником данных. Это может быть, допустим, SCADA-система. Это может быть тот же Excel, это может быть какая-нибудь база данных, или это может быть, допустим, доменная база данных для доменной экспертизы, например, System One. Это база данных, инструмент, который используется экспертами по вращающейся оборудованию, и который тоже хранит в себе ряд данных о вращающейся оборудовании, например. Также инженеру нужно подумать, как ему отразить результат его оптимизации. В каких инструментах? Это может быть, допустим, Power BI или какие-то BI-инструменты. Это может быть тот же Excel. Это может быть SCADA-система или какой-нибудь API, который существует в компании. И здесь сразу возникает как минимум три вопроса. Это, собственно говоря, если мы используем эти инструменты, как нам подсоединиться к источникам данных, как нам импортировать, экспортировать наши результаты в инструменты, которые будут доступны всей компании, и вообще какой алгоритм выбрать внутри инструментов. Даже если мы будем использовать эти инструменты, человек должен понимать базу знаний по математике, по оптимизационным задачам, чтобы выбрать правильный алгоритм. А может быть, вообще нужно выбрать другой инструмент. На данный момент, насколько мне видится, инженеры, они большей части не могут ответить на данные вопросы, и их решения, они в основном, так скажем, костыльные. То есть, если они хотят действительно оптимизировать всю установку, то часть данных придется выгружать в Excel, потом подсоединяться из HiSys или из Excel к этому источнику данных, затем выгружать свой результат, показывать это кому-то. И также есть вероятность того, что человек может ошибиться с выбором алгоритма. Также другой пример. Давайте возьмем, например, специалиста по энергетике, который хочет оптимизировать портфель энергопотребления в данном компании. Вот, собственно говоря, наш специалист. Допустим, к нему пришла такая идея. И мы видим, собственно говоря, тот же самый цикл. У нас есть источники данных. В данном случае это может быть и реализационная, и нереализационная база данных. У нас есть инструмент. На моей практике в основном используют Excel в данных задачах. И у нас также есть инструменты, в которых мы можем реализировать наши результаты, и которые будут доступны всем. Здесь возникают те же самые вопросы. Как коммуницировать нам с различными источниками данных, какой алгоритм выбрать, и вообще тот же инструмент, например, Excel, является ли самым лучшим для решения данной задачи. И последний пример, о котором хотелось бы упомянуть, это, допустим, troubleshooting или condition monitoring задача. Например, у нас есть инженер, вращающийся оборудование, который нуждается в анализе многомерных данных. Вот наш инженер, к нему пришла данная идея. Как выглядит реализация данной идеи? Собственно говоря, у нас, опять-таки, есть множество источников данных, в которых хранятся различные данные о нашем оборудовании. Наше оборудование связано с другим оборудованием, поэтому, чтобы анализировать работу нашего одного агрегата, нам надо понимать вообще, что у нас происходит до агрегата и после агрегата в процессе. Также другая проблема – это то, что если мы возьмем, допустим, турбину, то у нее около 200 параметров различных. И как это вообще визуализировать и анализировать – большой вопрос. И здесь возникает вопрос вообще, как быть в данной ситуации инженером, если они хотят действительно создать серьезный анализ о том, как у них работало оборудование, и сделать это эффективным образом. Конечно, человек может потратить много времени на это, затратить неделю, чтобы проанализировать все графики, но, возможно, есть другой подход, который приведет к меньшим временезаправлениям. И данные примеры меня надолкнули на мысль как раз-таки подискутировать насчет тематики, о том, что возможно, что нашим доменным экспертам нужно также иметь базовые навыки Data Science, чтобы решить поставленные проблемы. Вот я вам привел пример. Три проблемы. В принципе, эти проблемы можно расширить. И на данный момент хотелось бы просто узнать, знакомы ли вам или вашей компании данные примеры. Пожалуйста, если вы готовы ответить. Да. Сергей, спасибо за начало. Коллеги, забыл еще такую организационную вещь озвучить. Сейчас, мне кажется, будет самое время. Попробуйте, напишите, пожалуйста, в чат, кто уже сейчас понимает, что хочет быть активным участником дискуссии, чтобы мы понимали. И большая просьба всем, кто будет принимать честную дискуссию, включить видео. Так будет уютнее, всем комфортнее. Будет ощущение присутствия. Значит, такой момент, да. И Сергей, я понимаю, что мы сейчас коллегам предлагаем, кто хочет какую-то свою обратную связь. Например, поделиться. Пожалуйста, вот кто уже понимает, что хочет участвовать, включайте видео, можете микрофон отжимать и подключаться. Или просьба видео включать. Даже когда вы слушаете. Повторю вопрос. Знакомы ли вам в вашей компании данные примеры? Если знакомы, то можете поделиться вкратце с данными примерами. Или если вы не совсем согласны с теми примерами, которые я привел, также чувствуйте себя свободно сказать об этом сейчас. Коллеги, можно выскажусь? Олег Масалков, Сибур. Представляю школу аналитики Сибур. В принципе, у нас основной фокус работы это как раз на продвижение того, чтобы наши, как Сергей говорит, домены эксперты, мы их называем бизнес-пользователи, учились работать с данными. И в целом кейсы Сергея совершенно типичны. И, по-моему, они затрагивают не просто там работу турбин, а вообще любую деятельность среднего офисного работника, которая есть в компании Сибур, я думаю, в большинстве компаний, вплоть до секретарей, которым нужно какие-нибудь встречи проанализировать, например, по текстам, по заголовков элементарно, когда их там тысячи или десятки тысяч, их как-то собрать в Excel уже не получится. Ну, и я бы добавил еще, что примеры Сергея, они такие про ситуации, когда достаточно развит сбор данных, видимо, в компании легко очень получить доступ к данным с турбины и выгодить 200 параметров. Вот, не всегда это так. И в значительной степени, прежде чем люди начали какой-то анализ делать, им не хватает элементарно того, чтобы просто данные собрать, то есть не все процессы закатаны в какую-то автоматизацию, позволяющую что-то оттуда вытащить. И вот, мне кажется, наверное, даже где-то уже можно и про анализ говорить, много где, но также много где есть то, что надо людей просто научить элементарно собирать данные, как-то первично вытаскивать и просто посмотреть. Вот так. Да, я имею в виду то, что проблема в том числе и собрать данные, да, то есть если мы вернемся на слайды чуть назад, то здесь вопрос, как еще подключиться к самим данным, да. Конечно же вопрос в том, что у нас должны быть хоть какие-то данные, чтобы их анализировать. Да, иногда бывает так, что данные, в принципе, в системе не ведутся, и тому же самому человеку, но ему в какой-то степени даже и источник приходится создавать, какие-то формы там на колхозе, да, какие-то справочники, ну, что-то вот в таком стиле. Тоже важный кусок достаточно, как мне кажется. Олег, спасибо. Может, кто-то еще хочет высказать сам? Коллеги, я бы тоже высказал, что же с коллегами вместе работаем. Андрей, тебя не слышно. Ты выключил микрофон. Давайте, может быть, кто-то еще, пока Андрей настраивается. Да. Да-да, давайте. Я работаю в компании Siemens. У нас очень хорошо с данными, потому что я сейчас работаю, у меня автоматически получают данные, чтобы я делала, например, дешборд, очень хорошо собрана аналитика, то есть не только вот по турбинам, но и по очень многим вещам, начиная там от финансовых показателей, заканчивая техническими. То есть я могу сказать, что наши компании за этим достаточно хорошо следят. И я здесь хочу тоже послушать, вот как в других компаниях отработает и посмотреть, с какими трудностями сталкиваются при анализе, потому что, вот, например, у нас в компании специальные вебинары проводят для тех, кто не знаком с аналитикой очень так близко, чтобы обучать других сотрудников работать с данными, поощрять их тягу, разбираться в том, что показывает компания, и чтобы даже у человека, у которого хотелось бы небольшой функционал, было понимание того, как данные важны, и важно их собирать, важно с ними работать, даже если ты выполняешь небольшую функцию, и, как бы, это очень ценно. Вот я хочу узнать, как в компаниях, как Сибур, или, может быть, вот тут я видела Accenture, кто-то из ребят, может быть, вы расскажете, как вот вы, например, работаете вот в конкретно ваших случаях. Мне интересно было бы послушать, посмотреть, с каким трудностями вы сталкиваетесь, и это было бы любопытно. Людмила, спасибо за вашу речь. Единственный момент, что сегодня мы в меньшей степени будем в деталях. Если данный формат воркшопа, так сказать, понравится людям, то в следующем воркшопе мы уже будем детально разбирать проблемы, которые существуют компании, как вообще, собственно говоря, повысить компетенцию data science с доменным экспертов и прочее. На текущей сессии мы стараемся подвергнуть вообще сомнению вопрос о том, что, может быть, вообще доменным экспертом не надо знать data science, да, и не надо знать, как подсоединяться к данным, и это могут делать data scientists. Вот. Это так, для понимания дискуссий. Алло, коллеги. Слышишь меня? Да, слышно. У нас, наверное, сейчас еще такая проблема стоит, что вот вы описали ситуацию, когда вот эксперт уже взялся и решил, что ему нужно что-то анализировать. Бывает, что люди не знают вообще, что это можно. Бывает, что они не очень этого хотят. Но крупная компания, наши, вот, там, людей, которые хотят, потенциально очень много. И задача довольно сложная – выявить вот этих людей, начать с ними работать. Вот. Чтобы вот прийти в точку, когда мы уже что-то готовы анализировать. Ну, а дальше дело техники, дело там тоже достаточно сложное, но самую проблему, наверное, начать. Спасибо, Андрей. Я думаю, то, что многие компании столкнулись с этим, то, что, да, люди хотят, но люди не могут пока, в крайней мере. Вот. Давайте перейдем. Кстати, может быть еще наоборот, что могут, есть условия, но не хотят. Что тоже следует, ну, это другой кейс, да, его тоже надо как-то отрабатывать. Не очень понятно, как. Понял. Вот, записал. В рамках следующей дискуссии, я думаю, то, что мы можем эти вопросы раскрыть, либо уже в конце сегодняшней дискуссии. Вот. На данный момент давайте двигаться дальше. И какие возможные варианты решения на данный момент предвидятся? Ну, самые очевидные, да? То есть, если, допустим, у доменного эксперта возникает вопрос решить, допустим, оптимизационную задачу или задачу анализа в рамках своего домена, как можно поступить в данном случае? Это оставить решение, да, то есть вообще не решать проблему, да, и забыть о ней. Это сделать какое-то стильное решение, то есть выгрузить какие-то данные в Excel, потом подключиться к этому Excel, проанализировать, выгрузить результаты в Excel, потом показать этот Excel кому-то еще. Вот. И таким образом кое-как решить данный вопрос. Вот. Но это выглядит достаточно костыльно, да? Извините за жаргон. Это я назвал традиционный способ работы с данными. Другой подход, который тоже более-менее очевидный, это обратиться к внешней экспертизе, что я тут подразумеваю, это обратиться к команде Data Science, которая может быть как внутри компании, так и вне компании, да, и которая, собственно говоря, поможет реализовать данный кейс. И здесь следующие такие очевидные плюсы и минусы видятся с моей стороны, да? То, что традиционный способ, он вообще может не привести нас к решению. И очень высокий риск с точки зрения время затратности, вероятности ошибок и вероятности того, что то решение, которое вы создадите, оно будет неподдерживаемым, и следующий человек, допустим, на вашей позиции, он не сможет то же самое решение, пользоваться тем же самым решением. С точки зрения внешней экспертизы, здесь возникают такие вопросы, как, конечно, с внешней экспертизой с высокой долей вероятности мы решим задачу, решим ее должным образом, и решение будет поддерживаемо, потому что есть целая команда, которая нацелена под решение таких задач. Но здесь возникает такой момент, что для малых задач это ресурсозатратно, это время затратно, потому что в случае с внешней экспертизой должен быть продукт-оунер или какой-то бизнес-транслятор. Вот это вот те минусы, которые я выделил. Если у кого-то есть что добавить с точки зрения плюсов и минусов в данных способах, пожалуйста, вы можете добавить и сейчас. Можно тоже, Олег Мусалков, Сибур. Мне кажется, есть еще промежуточный вариант. Мне кажется, мы скорее в нем пытаемся жить. То есть это вариант между, вот если до слайда 12 вернуться, есть как бы костыльное решение, есть и промышленное решение. И между ними есть что-то среднее. То, что сделано самим пользователем, то есть если, например, пользователь имеет писательский запрос, может нарисовать дешборд, может написать в питоне простой код, у него есть инфраструктура, чтобы все это опубликовать, где-то подвесить, то у него получается вроде бы как костыльное решение, потому что он его сам написал. С другой стороны, оно по всем своим характеристикам работает как промышленное, за исключением устойчивости какой-то. И такое решение может быть достаточно сложным, близким к промышленному по сложности. Мне кажется, просто этот вариант можно добавить в список и его тоже порассматривать. Да, сейчас мы говорим о традиционных вариантах, которые самые очевидные. Далее мы подойдем еще к двум вариантам, о которых мы более детально будем дискутировать вместе с вами. С точки зрения того, когда доменные эксперты создают свое решение, здесь есть опасность, с которой я, например, столкнулся, то, что человек, который только недавно познал программирование, он может написать просто тысячу строк кода, и затем новый человек, который придет на его место, он просто не сможет поддерживать это решение таким образом. Ну да, да. Но это минус, конечно. Просто плюс в том, что если… Ну, другая сторона, что если… Ну, альтернатива в том, что никто никакой код не напишет. Ну да. И поэтому… Коллеги, может, кто-то еще хочет высказаться к тому, какие вы видите плюсы и минусы в данных способах решения проблем? Если есть, давайте добавим их в эту таблицу. Спасибо, Олег, спасибо. Коллеги, я забыл еще попросить тех, кто написал плюсик в чат, что есть желание, соответственно, взять участие, представиться, чтобы… Ну, мы понимали, да, кто вот уже в активной группе, кто еще не… у кого еще не было слова, могу ли вас попросить представиться, с какой вы компанией чем занимаетесь. Таким образом, мы будем понимать, да, вот кто уже вовлекается в дискуссию. И можете заодно представить, заодно вот на этот вопрос тоже со своей стороны ответить. Сергей, если можешь, вот передай слово там плюсики, кто в чате вставил, что меня здесь видно сейчас. там, где я спрашиваю, кто бы хотел. Да-да-да, ну, я вижу, вот Кирилл поставил плюсик, если Кирилл, если есть желание, то можете представиться и тоже добавить что-то от себя. Если нет, то ждем. Нет, я плюс ставил по другому поводу, там был вопрос, видно или слышно меня. Я понял. Да, я, если честно, отходил, там, ребенка укладывать. Вот, но могу рассказать немного о нашей ситуации, Новотек, НТЦ. Вот, ребенок проснулся и идти спать. В общем, у нашей компании... Данил. Ничего-ничего, пусть с нами будет. Нормально. Мы привлекаемых юных специалистов. В общем, в нашей компании есть... молодая команда. И вот эти ближайшие две недели ходили по отделам, забирали вопрос по Data Science. Кому что надо реализовать с помощью искусственного интеллекта. Объясняли с нуля, какие проблемы мы можем решить. И в части отделов были уже готовые люди, которые тоже уже понимали, что такое машин-леунинг, какие задачи могут решить. У них какие-то были свои кустарные методы, которые мы впоследствии, скорее всего, возьмем и внедрим в прот. Мы лобс, какой-нибудь докер закинем. И были отделы, которые даже после долгого объяснения не понимали, что такое Data Science, какие проблемы решаются и уходили в тему. Ну, знаете, у нас там макрос недоделанный, надо автоматизировать его, дописать, он там таблички неправильно складывает. Но мы вот такие задачи все равно собираем, видимо, для других разработчиков. И много еще проблем с ETL, что большинство задач, большинство данных, они хранятся в Excel, в Word, в отчетах, потому что много разных подрядчиков, подрядчиков. И, соответственно, данные очень не чищены. Вот это большая проблема. Спасибо, Кирилл. Не знал, что у Новотека, собственно говоря, есть отдел, который сажен с машинным обучением, хотя, как бы, я знаком с Новотеком фистичным. Пятый сажен. Появились. Чтобы в конвер. Так, я вижу еще также Александр ставил плюсик, да, и Анастасия. Если вы готовы, можете представиться и добавить пару слов. если, конечно, ждете, либо можете попозже присоединиться в дискуссию. Хорошо. Давайте тогда я продолжу. Плюсы и минусы данных решений, которые я говорю, оставим как есть, как я вижу. Никаких добавок с нашей стороны не было. И прежде чем я... Все, извините, Анастасия, я понял вас. Собственно говоря, сейчас мы говорили с вами о тех традиционных очевидных способах решения проблемы, которые сейчас существуют в компании. и хотелось бы подвести нас, как комьюнити, к другим альтернативным решениям, которые часть из наших компаний уже реализуют, часть нет. Но, тем не менее, хотелось бы обсудить. Прежде чем мы к этому перейдем, хотелось бы показать результаты опроса и что вообще данная тематика, она не очевидна на самом деле, что доменным экспертом, нужно ли доменным экспертом развивать навык DataSense или нет. Как мы видим, 20% людей говорят о том, что в принципе они не задумывались об этой тематике и вообще тематика им не импонирует. Остальные участники, 8% задумывались и часть из них уже реализовали. 20% участников более-менее уже начали реализовать какие-то решения с точки зрения повышения компетентности в рамках DataScience доменными экспертами. Какой возможный выход из ситуации видеться в тех примерах, которые я назвал и не используя традиционные подходы решения проблем, когда мы либо проблему не решаем, либо отдаем на внешнюю экспертизу решение проблемы, это наращивание экспертизы внутри доменных команд. Это достаточно очевидно, но это можно сделать двумя способами. Как минимум двумя способами. это мы можем создавать собственно говоря смешанные команды, когда внутри доменных команд с доменными экспертами у нас есть также DataScientists и DataEngineers или еще кто-то, кто требуется команде, чтобы реализовать полный цикл продукта. Либо это комбинированный подход, это когда доменные эксперты знают базовые знания DataScience, то есть как подключиться к данным, как обработать данные и создать какую-нибудь простенькую модель анализа данных либо, допустим, построить регрессионную модель. А уже под серьезной задачей или с более серьезными вопросами они могут обратиться в центральное предразделение DataScience. Либо решить какую-то глобальную проблему для компании, которая требует более повышенной осведомленности в рамках DataScience. Либо проконсультироваться насчет того решения, которое они хотят реализовать в рамках своего домена. И хотелось бы нашу сегодняшнюю дискуссию сконцентрировать на этих двух подходах и поговорить о том, какие плюсы и минусы возможны в данных подходах. На мой взгляд, какой выбрать подход компании, он не очевиден, поэтому давайте подискутируем, какие плюсы и минусы вы видите здесь. Для примера я здесь отразил лишь по одному плюсу и минусу, поэтому мы как общество можем сейчас добавить еще плюсы и минусы, которые, на ваш взгляд, я не добавил здесь на сайте. Пожалуйста, не стесняйтесь соединяйтесь в дискуссии. Подключайте микрофон, если кто-то не может подключить звук. Мне почему-то показалось, что Александр Теплюк вышел в видео, но не смог подключить звук. Если я ошибаюсь, Александр, моргните, что ошибаюсь. Привет, Олег. Теплюк Александр, работаю в Росатоме. Здравствуйте, Александр. Да, мне интересно просто, вот вы так рассказываете, что вы так общаетесь с деменными экспертами просто, то есть у вас так выстроены хорошо коммуникации с ними, что нет никаких как бы там преград бюрократических, то есть вы можете, вот они к вам приходят, свои проблемы рассказывают, вы им сразу даете решение как бы экспертное какое-то, как это можно сделать, применяя методы Data Science. То есть у нас немножко по-другому, у нас более характеризировано, мне кажется, создается какой-то проект, там рассчитываются экономические эффекты, вот, потому что, опять же, для стартап-проекта нужно финансирование, то есть мы сейчас об одном и том же говорим, или это какой-то другой уровень вопросов и проблем, которые вы решаете? Ну, смотрите, я думаю, данная проблема, которую вы сказали, она так или иначе присутствует в компаниях, конечно, наша дискуссия не совсем нацелена на данный аспект, но вот могу поделиться, то что в компании, в которой я работаю, достаточно просто выйти на домен аспекты и поговорить с ним, да, и собрать, ну, вообще понять, что им нужно, какие решения они хотят, вот, но также могу сказать, что к этому нужно прийти, чтобы люди свободно делились своими идеями и здесь нету очевидных подходов, на мой взгляд, вот, то есть вы можете, допустим, создавать, собственно говоря, воркшопы с определенными командами, дискутировать, какие у них проблемы предвидятся, как они могли бы их решить и уже на основании вот этих дискуссий, во-первых, приближаться ближе к доменным командам, к доменным экспертам, вот, и в то же время можете собрать кейсы, которые существуют в команде, как один из примеров решения. А сколько за прошедший год, допустим, у вас вот со стороны производственных подразделений была инициатива направлена вам в команду Data Science? Ну, вот я не могу сейчас вам ответить на этот вопрос, я не собирал статистику и в компании, в которой я сейчас работаю, я работаю 6 месяцев, для этого я работаю в другой компании, тоже был связан Data Science, вот, потенциально, может быть, к следующему митингу я соберу. Вот, у нас есть сейчас решение, достаточно серьезные задачи перед нами стоят, на которых у нас, на самом деле, не очень хватает ресурсов, вот, поэтому мы сейчас не сильно думаем о том, чтобы получить новые кейсы, мы думаем о том, как решить текущие. не, но это же, мне кажется, у нас дискуссия про то, что вот во всех крупных компаниях есть процесс, какое-то утверждение проектов, докажи эффект, вот тебе ресурс, иди занимайся, все будет то же самое, какие-то большие очевидные вещи, такие корпоративного уровня, они покрывают там сколько-то небольшое количество процентов данных, с которыми потенциально что-то можно сделать, а там еще есть там несколько тысяч человек, которые потенциально могут что-то сделать, ну, практически забесплатно у себя на месте, просто потому, что им дали инструмент возможности обучения, и вот, я так понимаю, у нас про вот это больше сейчас. Ну, да, так и есть, Олег, вы правильно говорите. Да, 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 я как раз вот это и подозревал, что это больше сейчас мы говорим каких-то о решении каких-то мелких локальных задачек, они не обязательно мелкие. Вот из мелкой задачи может родиться задача любого масштаба, потому что то, что но то, что выходит наверх, сначала же нужно где-то придумать, оттестировать. Я бы посоветовал встроиться вот в этот процесс, может быть, бюрократически в начале, когда еще рассчитываются эффекты и нужен какой-то прототип. условно, может быть, какой-то proof of concept. И на этом этапе вовлекать бизнес в маленькие, ну, задачу меньшего масштаба, но для того, чтобы обосновать эффект большого проекта. Ну, хорошо, давайте дальше пойдем, а то, мне кажется, застряли. мы можем с вами отдельно встретиться. Мы отдельно сделаем сессии на эту тему. Нет, а вообще вопрос хороший, потому что в крупных компаниях, особенно производственно ориентированных, которые всю жизнь деньги из оборудования извлекают, вопрос вот такой свободной работы людей, которые будут какие-то модели строить, он много преград получает, в том числе процессы, безопасность и прочее. Поэтому очень понятная история. Нам в Сибуре точно. Я вижу, у нас один участник поднимает руку. Да, у меня вроде звук включился. Слышно, нет? Да, да. Я в глубине Сибири, раньше мы с Сергеем работали, я думаю, что мы иногда имеем тенденцию чуть-чуть к линейности какой-то, да, и вот когда мы делаем в данном разрезе опции внутренней экспертизы или комбинированный подход, то... Не слышно. Интрибующая оборвалась, да? Да, Александр, у вас не слышно. Александр сломался. Сибирь, Сибирь. Сибирь, она такая, да. Крепкая. Да, слышно, слышно. Сейчас слышно. Алло, алло. Алло, слышно. Сибирь, она такая. В разных фазах проектов может получиться, что один или другой подход будет более фазе. То есть, здесь на самом деле выбор не стоит одно или другое. А здесь, ну, мне кажется, да, извините, может быть. Очевидно сейчас. В зависимости от того, надо выбирать то, что больше подходит. Я апеллирую, как бы, или продолжаю тезис по поводу того, где лучше встраиваться. Абсолютно согласен с тем, что чем мы строимся, тем лучше. На более ранних, менее рискованных для бизнеса этапах. Так, мы опять потеряли. Да. Ну, я думаю, ключевая мысль. была озвучена, Сереж? Просто резюмировать. Да, да. Ну, насколько я понял, то, что не очевидно, какое из этих решений, которые здесь показаны на сайте, использовать внутренний экспертизу или комбинированный подход. Не очевидно, какой подход использовать. Зависит от задач и от компании. И другой момент, то, что я думаю, то, что Александр хотел сказать, это то, что вот в случае с Александром, что компании, которые только начинают свою путь в Data Science, возможно, что лучше начать с мелких задач и менее рискованных. Я думаю, то, что он хотел это рассказать, но связь оборвалась на этом. Кто-то еще готов высказаться? Да, либо смотрите, то есть формат дискуссии все-таки обсудить плюсы и минусы двух подходов, вот, поэтому я вот до сих пор жду плюсов и минусов с вашей стороны. Можно минус в первый блок. Давайте. Очень сложно будет обучить. Ну, то есть прям большие затраты на обучение. Большие, чем в правой стороне. Записал? Да, они больше... Я бы еще один такой эффект добавил. Да, слышно вас, Андрей. Только вы сейчас на мьют поставили сюда. Да, я бы хотел поделиться еще одним эффектом, вот, когда мы бизнес увлекаем, есть такой риск, что они на самом деле станут разработчиками Data Science, разработчиками Dashboard, и мы теряем такую синергию, которую предполагали. Изначально вот человек, он хорошо разбирается в бизнесе, а потом он вдруг стал там условно программистом и full-time этим занимается, а экспертиза его теряет. Ну, как-то устаревает и бесценивает. хорошее замечание, хорошее замечание, Андрей, спасибо. А как вы думаете, а вот с комбинированным подходом предвидится, что такой минус будет или нет с вашей стороны? Ну, там тоже может возникнуть и там, и там. Да, я думаю, это вот в любом случае есть такой риск. Да, я понимаю вас. Возможно, что я сам такой же, потому что я сам по себе по образованию это технолог, а сейчас я работаю дата-сайентистом. То есть я уже не занимаюсь технологической частью в принципе. просто смотрим судьбу людей, с которыми мы взаимодействуем и видим, что многие из них пол-тайм начали работать условно с табло, с дешбордами или с каким-то питоном. То есть мы наблюдаем на практике. А может быть это и должно быть так? Потому что у многих специалистов у них много задач аналитических и поэтому чтобы решить их же доменные задачи им нужно использовать те же инструменты Power BI или Excel или Excel грубо говоря Python например. Не может быть. Не знаю как к этому относиться. Скорее это получается что вот типа Вася научился вот теперь он все будет дешбарды делать. Хотя по идее бы лучше других развить. Я бы еще в минусы дописал что это несет риски именно информационной безопасности. Потому что при децентрализации инструментов не очень понятно как этим управлять. Если с одной стороны можно все запретить совсем тогда ничего точно никто не сделает. Если все всем разрешить полностью то рано или поздно это выстрелит в какое-то очень неочевидное месте. Тут я думаю Александр мог бы добавить со своей стороны. Жаль что он сейчас не с нами. Но я вижу то что он написал в чат. Плюс внутренний озвучил слух что Александр написал плюс внутренние экспертизы. Высшая вероятность успеха кейсов в среднем на первых этапах при низкой связанности доступности данных доменные эксперты лучше знают где искать данные. Еще раз резюмирую в случае с внутренней экспертизой у нас вероятность успеха на первых этапах выше. Потому что эксперты знают где искать данные. Если кто-то хочет подискутировать насчет данного плюса пожалуйста. Мне кажется у нас эти все вещи что к левому что к правому относятся. Мы по-моему скорее обсуждаем разницу между развивать доменных экспертов или не развивать. По факту. Вопрос поставлен выбор между комбинированным и в обоих вариантах развития внутренних экспертов предполагается. Да степень. Если чуть-чуть понимания то возможно что достаточно смотреть это может быть достаточно людям знать базовые навыки использовать допустим инструменты такие инструменты как SIG который по сути дела позволяет очень просто визуализировать данные которые находятся в SCADA и построить легенькую линейную регрессию и тем самым мы не потеряем специалиста и в то же время специалист будет знать основы как строить линейную регрессию как анализировать результаты линейной регрессии и получается такой симбиот Сергей я помню Людмила высказывалась что у них компании как раз развивают экспертизу внутреннюю может быть Людмила нам давает что у нас из плюсов с нами видимо пока отключилась просто действительно интересно у кого в компании уже развито какие видят плюсы для себя ты хорошую ремарку сделал про вес проблему что критично комбинирован оно и там присутствует на вопрос влияния не хочется вводить еще один параметр вес хочется как-то проговорить что мы сюда пишем пишем любое влияние или только то что существенное конечно же пишем существенное но давайте дискутировать да да и все таки интересно нащупать где же вот это непересекаемое множество между комбинированным и внутренним и так же мы помним что у нас есть традиционный подход и подход когда мы вообще можем использовать только внешнюю экспертизу не забываем что эти подходы существуют пока мы говорим об этих двух подходах комбинирован просто вот если еще левый брать будет сложно очень впрод переводить ну то есть это практически гарантированно все сначала нужно будет начинать левый подход ты имеешь ввиду на этапе масштабирования если вот внутренний эксперт что-то наделал на своих инструментах без какого-либо поддержки управления то все придется переделывать потом ну смотрите какой возможен вариант возможно что можно внутренней экспертизе в data science также то что мы можем нанять в команде доменных экспертов data scientist и который будет за этим следить как вы думаете это вообще реально или нет data scientist трудно нанять даже к data scientist а вот нанять data scientist в например какой-нибудь промышленную безопасность ну или еще куда-нибудь это вообще мне кажется дохлый номер мой номер дохлый тогда потому что я такой специалист который как бы связан с ну вот да но вот правда по сути мы так и следим текущее состояние аналитики и что-то пытаемся выправить но нанять правда тяжело просто мы же не про одного человека говорим но системно да когда людей работают вот ну системно это невозможно мне кажется это невозможно это неподъемно потому что рынок ну зарплаты другие просто там где data science написано это еще один вообще сценарий это еще один сценарий давайте везде data science сделан децентрализованно ну вот внутренняя экспертиза data science для домен экспертов это есть децентрализованный подход на самом деле а комбинированный это когда у вас есть и центральная экспертиза и внутренняя экспертиза тогда давайте считать что это полюс у нас компромисс считать что это полюс надо было проще оценку если вот очень упростить я как воспринимаю что условно говоря там с левой стороны люди там умеют кодить например а с правой понимают что такое но например сами заходить не могут могут быстро обратиться что-то очень простое сделать но не более того так смотрите как бы обе команды могут вопрос в том что комбинирован подходе то есть люди какие-то маленькие задачи могут сделать на коленках сами или обратиться к доменному эксперту как я показывал на предыдущем слайде такой подход не к доменному эксперту извините а к центральной команде data science а в первом подходе у нас просто одна solid команда в которой есть допустим один или два data scientist есть доменные эксперты и которые вот такой команде решают проблемы если у доменных экспертов есть проблемы они их решают данные data scientist в данных командах если нет то не решают я что-то рассматривал левый вариант как когда просто полная самодеятельность без поддержки я понял я выделил два таких варианта может быть это не самое успешное выделение коллеги я поделюсь своим опытом я работал в сбербанке и в управлении аудит я как раз был тем самым доменным экспертом который развивали data science компетенция по нашей вертикали по управлению аудитом мы устраивали челленджи типа соревнования там раз несколько месяцев решали какие-то проблемы с всеми филиалами вот и еще из плюсов когда надо было департаменту по искусственному интеллекту сделать разметить датасет собственно мы всеми датасайентистами писали платформу и размечали текст но не то что размечали там было озвучивание текста мы своих специалистов привлекали на озвучку то есть выскакивал текст и они записывали там свободное от работы и в рабочее время текст таким образом мы генерацию звуков распознавание звуков сделали два плюса вам не надо было объяснять что такое разметить и зачем мы написали платформу на жур по-моему сейчас не вспомню и там было просто там кнопка записи и текст по люди заходили ну там какой-то у них план был там 50 слов в день ну фраз 50 фраз в день и так большой-большой дата-сет собрали быстрая разметка грубо говоря экономия на разметке на толоке хорошо Кирилл может быть у вас будут какие-то комментарии насчет двух подходов которые мы сейчас озвучили использовать команды с внутренней экспертизы в дата-саймсе или использовать комбинируемый подход если у вас есть какие-то идеи в первом случае еще конкурентность возрастает конкурентность то есть специалист доменной может так улучшить свои знания что он будет претендовать на полноценного дата-саймсиса да ну и соответственно не надо будет искать его изне интересный да дальше появляется риск что резко возрастает риск что он уйдет просто и сразу риск серьезно это другой вопрос лояльности уже он просто нет на самом деле в компаниях выстроены некие там ограничения повышения и люди такие они просто не списываются там вот словно тебя там на 15% могут максимум поднять там а здесь надо в три коллеги коллеги привет меня слышно да здравствуйте да вот знаете тоже хотел высказать несколько своих мыслей по этому поводу вообще по дискуссии Евгений Денисенко Министерства энергетики вот во первых что хотел сказать вот наверное развитие в целом персонала именно доменных специалистов да в сторону ML ну как мне кажется должно быть наверное частью единой стратегии по цифровизации компаний да то есть если вообще компания в принципе даже да но не смотрит в эту сторону то как бы смысла какого-то развивать людей по этой части нет потому что ну если компания в ближайшей перспективе там не собирается цифровизироваться да как-то образом в эту сторону двигаться то у них наверное даже нет там баз данных или ну в принципе доступа к данным у них нет поэтому развивать персонал в эту сторону смысла особого не имеет но мы конечно говорим да про другую ситуацию когда наверное компания заинтересована в этом вот на мой взгляд конечно навыками дата сайенс должны какими-то хотя бы да обладать те доменные специалисты которые во-первых а каким-то образом ну нацелены как-то связаны наверное с оптимизацией работы вы просто говорили там в самом начале презентации какие-то идеи появляются как бы специалист заточен на то чтобы каким-то образом оптимизировать или повышать эффективность работы то есть цифровизация это же все равно метод повышения эффективности в любом случае в конечном итоге вот и вот если мы говорим все-таки о вот этих вот двух вариантах там внутренняя экспертиза или комбинированный подход на мой взгляд все-таки доменный специалист должен обладать навыками data science знаний в этой области в той мере чтобы он мог грамотно поставить тезе дата сайентисту вот и нормально с ним общаться как бы полноценно то есть ну чтобы они могли коммуницировать да все-таки держать наверное по дата сайентисту там в каждой команде на каждый проект ну это наверное все-таки дорого очень сильно и ну неэффективно понял вас примерно так сейчас думаю как это записать ну вот смотрите кстати вот насчет вот я вижу от Александра сообщения у нас вообще есть два два минуса которые которые мы челленджем сейчас насколько я вижу это большие затраты на обучение Александр вот Кривошеф как раз таки челленджет данный минус в чате да а также мы теряем доменных экспертов да данный минус тоже у нас как я вижу он спорный вот было бы интересно также подискутировать насчет них то есть смотрите да то есть вот я вот читаю комментарии Александра то что не соглашусь минусом дорогого обучения в случае с внутренней экспертизой дата сайенс он пишет то что можно найти недорогие варианты обучения которые будут дешевле найма спеца с рынка с 5-7 летним опытом то есть возможно я так понимаю то что можно нанять человека который в принципе на начальном этапе дата сайенс обучить его силами силами получается силами команды а тогда тут вопрос как обучить да вот обучить его своими силами и уже использовать собственно говоря его знания которые он получил внутри компании в рамках дата сайенс в команде доменной команды насколько я понимаю это вот такой подход что вообще думаете об этом мне кажется мы тут это к обучению относимся очень просто что заплатил деньги прошло 3 месяца вот послал на курсы и пришел дата сайенс так получится там это высеивание этих жемчужин из кучи ну из кучи водорослей условно говоря да но это сложно и конверсия очень небольшая и это сложно это долго и если человек при этом еще занят линейной деятельностью то это еще в квадрате сложно ну то есть поэтому дата сайенсы стоят так дорого что так быстро не обучишься плюс наверное еще что может что и добавить что дата сайенс ну и вся вот эта история это ведь не только про построение модели машинного обучения это ведь все все-таки еще про хранилища про ETL то есть должен быть еще наверное дата инженер на первом этапе как минимум потому что без этого как бы дата сайенс не поедет сначала SQL запрос научиться написать даже если есть куда писать потом в питоне элементарные какие-то вещи научиться делать это не быстро целый много знаний нужно я понимаю интересный момент от Евгения вы сказали что нужен дата инженер я вижу это плюс в комбинированном подходе то что в случае с внутренней экспертизой мы не будем иметь таких экспертов либо это будет очень дорого нанимать в каждую команду дата инженера и неэффективно поэтому я вижу это как некоторый плюс в комбинированном подходе и с вашего позволения я бы добавил сюда еще кстати вот в комбинированном подходе когда если доменный эксперт обучается как-то да там дата сайенсу что-то пытается сам делать то ему обязательно нужно помогать ему нужен какой-то наставник чтобы он мог спросить но и это очень важно ну вероятность того что кто-то без помощи обучится она есть но она прямо в три раза меньше чем с помощью прям по всем единичные люди способны я понял вас да Сергей вносит плюс и дискуссию поддерживать поэтому не знаю за что хвататься а Александр Кривошеев говорит что Сергей рассказывает как мы обучались на Сахалине это про что это про меня ну я просто раньше я работал в другой компании на Сахалине компания Сахалин я как раз таки был тем человеком который не знал дата сайенс и пришел в компанию с какими-то просто с основами в в питоне да знал как в питоне программировать да и я уже в рамках компании развивался вот получал компетент повышал свою компетентность вот и в основном это было сделано своими руками вот и результат такого подхода то что в течение года как минимум один кейс был реализован в компьютер вижн который end-to-end был реализован вот то есть был написан алгоритм было подключение к данным был вывод данных в краски в скада систем и также насколько я вот помню также был кейс когда нужно было создать цифрового двойника одного из расходомеров мы также это сделали достаточно быстро в одном из инструментов который называется SIG вот то есть там даже не надо было ничего кодить в питоне напрямую мы просто использовали внешние инструменты которые есть вот ну это вот два примера много таких еще кто сам обучился и создал модели из всех работников Сахалин-2 ну я знаю по себе но их и выборка была малая то есть таких в принципе таких людей у нас вот в доменном в доменной команде которой я состоял я был нас было дуэнт в целом вот это самообучение да оно требует от человека некоторой отмороженности такой но неуспокоенности ну как там говорят наверное да вы правы потому что 24 на 7 я занимался вот буйных как бы мало получается а если буйным есть совсем буйных почему буйных ну я как бы их так просто неуспокоенных если вы так называете буйными совсем буйные которым вообще ничего не нужно они вообще в любых условиях развиваются что-то делают есть те кто вроде готов но им надо помогать да вот что-то там за руководить ну а кто-то совсем мертвый в основном большинстве тут тоже такой сложный вопрос может быть правильно надо замотивировать ну что они смогут получить этими инструментами я вижу у нас Владимир видео подключил Владимир да-да добрый день коллеги добрый Владимир Чарл коллега Сергея очень интересно я бы хотел добавить пару слов в копилку комбинированного подхода тоже по своему опыту я прежде был на позиции инженера по надежности да как бы совсем совсем рядом с оборудованием так скажем да сейчас ведущий аналитик по операционной эффективности да это уже туда ближе до Data Science и здесь комбинированный подход может какой-то дать бонус да это мне кажется распределение распределение вот этой вот активности в области данных да между по степени сложности между доменным экспертом и командой Data Science то есть если доменный эксперт владеет он не кодит но он владеет инструментами вот например как по себе знаю что если какие-то базовые есть навыки и зачастую в операционке аналитика требуется довольно такая оперативная вот это легко решается и доменному эксперту просто проще свою какую-то у него идея появилась он быстро проанализировал в существующих инструментах но в то же время если возникает какая-то более сложная задача требующая покодить требующая больше компетенций тут уже когда он начинает углубляться для того чтобы решить эту задачу он тратит свое время не на экспертизу а на изучение вопроса на разработку какого-то не знаю там алгоритма на какие-то костыльные решения вот в этом случае как раз профит от комбинированного подхода что вот эту задачу бы хорошо передать централизованную команду Data Science которые обладают этими компетенциями быстро так же и что самое главное эффективно из какой-то доли может быть синхронизации с общими процессами в группе компаний могут это решение сделать которые которые могут пользоваться и другие доменные эксперты и другим может быть полезно а не просто а не то решение на коленке которое может сделать доменный эксперт в силу своих компетенций вот это распределение оно мне кажется очень эффективно было бы для доменных экспертов и для Data Science по сложности задачи но безусловно доменный эксперт какую-то базу иметь должен реалии реалии текущие я эти реалии записал так проще в случае с комбинированным подходом Вадимир спасибо что высказался то что проще решать и сложные и простые задачи потому что сложные мы можем делегировать центральной команде а простые задачи мы можем оставлять внутри домена я бы это распределение почему-то в минусах распределение обязанностей между командами написано мне видится в этом плюс как раз распределение по сложности у тебя в комбинированном подходе в минусах в красном распределение обязанностей между командами разделение обязанностей между командами ага а тут смотри знаешь какой минус я предполагаю здесь разделение обязанностей между командами То, что всегда, когда мы делим людей на команды, да, в принципе, мы теряем эффективность с точки зрения времени, да, то есть нам надо, если у нас есть большая задача, мы должны скоммуницировать с внешней командой, рассказать им, что это за задача, да, ввести их в курс дела, и только тогда они уже начнут ее решать. А в случае с внутренней экспертизой, да, у нас одна команда, все знают, о чем мы говорим. Ну, есть такой момент. Вот такой момент. Сергей у нас еще в чате Роман написал, может быть, Роман голосом сможет озвучить. Роман, можете выйти в эфир? Включайте микрофончик, у всех есть возможность включить микрофон и высказаться. Роман? Добрый день, меня слышно? Да, Роман слышит. Представьте, как вы. Роман, Ака Рубин. Мы занимаемся разработкой производства агрегатов, в частности, для авиации в основном, но также и труб-детандеры, в общем, газовые отрасли. Мысль, которую я хотел передать, у нас был недавно кейс по внедрению МН-решения на стенде. То есть оно позволяло определить кондиционность агрегата на стенде до того, как выявятся какие-то отклонения в характеристиках. То есть на основе статистики, по сути, выявления аномалий. И стоял вопрос в том, выдавать инженеру-испытателю именно отклонения, то есть на данном этапе перепад температур на 12% выше среднего, и чтобы он принимал решение. Либо все свести к единой цифре, то есть вероятность, что агрегат некондиционный, там 80%, и он снимает. И пришли к выводу, что в итоге, если мы дадим свободу инженерам-испытателям, собственно, как сейчас это и происходит, то теряется управляемость решения. Мы не сможем в итоге, ну, один инженер-испытатель принял такое решение, другое – другое. В общем, потеряется вот эта нить, и не сможем в итоге оценить качество работы системы. Это если у нас внутренняя экспертиза, и каждый будет делать то, что он хочет, да, получается? Да, я, может быть, конечно, широко считаю, что инженер-испытатель, ну, это анализ, вот, но, да, получается, он будет анализировать по-своему, если выдавать не конечную оценку, а просто отклонение от предыдущих показателей для, ну, хороших агрегатов. Я понял, я понял. Ну, смотрите, а если, допустим, это, получается, аналитики, в вашем случае, это разные команды? Просто если это аналитики в одной команде, да, после дела инженеры, в принципе, они могут передавать из уст в уста это решение? Или я не прав? Из уст в уста можно это записать на, да, как правило, но тогда мы, тогда зачем это делать? Здесь мы можем все в единую оценку и свести это все записать, ну, в программе, грубо говоря. И, получается, заранее предугадать их решение, то есть именно Датсинтис заранее считает вероятность, ну, как он проанализировал, и уже не отдает это на выкуп самому испытателю. Испытатель не нужен вообще как этап, его оттуда можно убрать. Да, получается так. Просто сейчас, если нету, то испытатель уже на основе своего опыта это считает, и, по сути, он анализирует этот, ну, анализ на опыте. Да, я больше вижу, что это минус комбинирован подходит, потому что Датсинтис создал какое-то решение, а потом его уже интерпретируют на местах по-разному. Получается так. Правильно я понимаю? Да, и чтобы избежать этого, я считаю, что если всех испытателей навыками Датсинтис выводить им не конечную оценку, а предоставлять выбор, то это может сказаться в итоге на решениях. Они могут быть разные. Мне кажется, это все-таки уже был комментарий, что для разных индустрий по-разному надо смотреть. Если это что-то связанное с жизнью людей, там, безопасность, то, наверное, свобода нежелательно сильно свободна быть. А если это решения, которые ущерб нанести не могут, но могут сильно прибыль принести из-за какой-то новизны, то чем гибче, тем лучше. Да, согласен. В этом плане согласен. Коллеги, я предлагаю сейчас данные о дискуссии. Я запишу все вопросы, которые у нас были, которые вы назвали, и возможно, что мы раскроем эти вопросы и подискутируем уже в рамках следующей сессии. Я предлагаю перейти на финальный этап нашей дискуссии. Это, собственно говоря, вот сейчас мы с вами обсуждали два подхода. Внутренняя экспертиза, собственно говоря, иметь внутреннюю экспертизу Data Science внутри домена, команд внутри домена, да, либо иметь комбинированный подход, когда у нас есть доменный эксперты в базе Data Science, есть централизованная команда Data Science. Третий подход, это, собственно говоря, вообще ничего не делать, да, оставить все как есть и те задачи, которые возникают, которые я вот здесь перечислил, не решать их, да, либо решать костыльно. И четвертый вариант, это в случае, если у нас возникает задача, обращаться к внешней экспертизе, это внешняя Data Science внутри компании, либо вне компании. И сейчас я предлагаю в рамках общества проголосовать за эти четыре варианта. Давайте посмотрим, какой у нас будет результат голосования. Я в чат отправила ссылочку на Google форму. Прошу всех перейти, там буквально три секунды. Всем ли видна ссылка в чате? Коллеги, коллеги, вина ли вам ссылка в чате? Да, вина. Хорошо. Давайте даем пару минут буквально на голосование, и затем обсудим уже результаты голосования и придем к какому-то выводу. Угу. Александра, вы видите, сколько там человек? Да, да, уже девять ответов, еще немножко ждем. Да, Александр, вы видите, интерактивный, я согласен с вами. Ну, выбрали. Десять, давайте. Одиннадцать, молодцы. А на сколько? Так, сейчас... Девятнадцать. Девятнадцать? Ждем. Ждем. Двенадцать, отлично. Кто еще не проснулся? Отошел за чаем, за круассаном. Все-таки, наверное, маловато будет выборка, чтобы какие-то выводы делать. Тринадцать. Но это разные компании, с одной стороны. Ну, пока что имеем? Может быть, в будущем у нас будет выборка больше? Ну, мы в любом случае запись отправим в канал, и голосование можно сделать повторно уже для тех, кто посмотрит в записи. Потому что регистрации было больше, но не все, видимо, дошли. Четырнадцать. Отлично. Плюс мы еще подискутировали достаточно много. Я думаю, что каждый для себя, возможно, вынес некоторые выводы. Такая дискуссия. После я зарезюмирую все, о чем мы говорили. Трюсиха. Можешь не поехать. Как она боится, видишь? Путал. Что же зовут? А? Как ее зовут? Агата. Так, это у нас кто? Я не знаю. Сейчас. У кого ребенок? Да. Все, все. Сергей, еще посмотри чат. Мне кажется, мы не все зачитали. Там от Александра, по-моему, был комментарий. Да, 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 я видел. Я читал все его комментарии. Да, да, да. Часть из них я пытался продискутировать. Часть из них просто мы по времени не можем. Поэтому, Александр, извините, что не смог затронуть все вопросы, которые есть в чате. Я их зафиксирую, и, возможно, мы их вынесем. Так, вот четырнадцать и не двигается. Так, ну давайте туда собирать. Пятнадцати, может быть. До пятнадцати. Ну давайте минуту. Слушайте, а пока ждем. Вот Александр, да, Кривошеев? Или, наверное, Александр, да? Вот про опыт Shell. Есть где-то пруф какой-то там, ссылка, исследование? Ну, интересно просто. Нас любят очень бенчмарки в компании, и было бы здорово посмотреть. Пишут, что, увы, нет. Да, увы, нет. Понятно. Так, ну все, тогда... На самом деле мы тоже, как компания, движемся к этому, насколько я вижу, по действиям. Но бенчмарк тоже пока не включен. Даже просто какой-то аналитический отчет, который можно посмотреть. Смотрите, а вот в Shell, вот. Окей, смотрите. Мы получили наши результаты. Что мы с вами видим? Мы видим то, что 57% проголосовало за комбинируемый подход. По сути дела, использование внутренней экспертизы в Data Science. Соответственно говоря, предвестиционный способ выбрало 7%, то есть, скорее всего, один человек. Использование внешней экспертизы в Data Science выбрало 20%. Использование внутренней экспертизы в Data Science выбрало 14%, что, кстати, интересно. И комбинируемый подход выбрало 57%. То есть, мы видим то, что у нас есть одно решение, которое в два раза перевешивает остальные. И второе по количеству ответов, это использование внешней экспертизы в Data Science. То есть, иметь одну центральную Data Science команду и все. Не иметь локальной команды, доменной команды с Data Scientist. Получается, наркшот не только на тему Data Science, но еще и с применением Data Science. Вообще, уже нет. Девайте, кому современной крупной компании нужно иметь базовую навыки Data Science. Собственно говоря, твой вопрос можно было уже потом. И давайте, давайте, если кто-то хочет подискутировать насчет вариантов ответа, welcome. Или, может быть, какие-то инсайты, кто пришел с одним мнением, а уходит с другим. Мне кажется, тут объяснимый результат, потому что, наверное, что-то среднее очевидно в силу того, что не должно быть, как сейчас, нужно куда-то меняться. Но не все так думают. Ну, возможно. Он как бы не самый экстремистский, он такой, где-то серединка наполовинку. А использование внешней экспертизы в Data Science, это такая очевидная работающая модель. Ну, и вот она, в принципе, работает, это выбрали нормально. Просто вот с моей стороны, я думал, что будет использование внутренних экспертизов в Data Science будет на втором месте, на самом деле. Потому что здесь тоже неплохой, неплохой комбинативный вариант, когда одна команда может решать все задачи. Ну, она просто очень утопична, и на практике прям ее очень сложно рисовать. Кто-то еще готов высказаться? Да, потому что у нас есть ответ. Может быть, кто-то, кто выбрал ответ, традиционный способ работы с данными. Если вы готовы, пожалуйста, поделитесь вашим мнением, почему вы так выбрали. Сергей, я сейчас перепроверю, но у меня закрадывается подозрение, что это была я, когда тестировала форму. Да-да-да, это ваш ответ, да. И тогда вообще интересный. И тогда... Придется ответить за свой голос. Да-да-да, Александр, извините. Ну что, кто-нибудь еще хочет высказаться или завершаем? Сергей, у нас еще, да, финальные есть слайды, выводы. Гипотеза по поводу синий, традиционный способ. Может быть, кто-то уже настолько развил Data Science, что Data Science стал традиционным способом. Ну, вот это, видно, Александр как раз-таки ответил так, как подумал. Да, Александр, спасибо, что вы присутствовали. Извините, что не смог покрыть все ваши комментарии. Будем рады видеть вас. Но мы все зафиксировали. Да. Палец вверх, вижу палец вверх. Давайте, может быть, кто-то хочет прокомментировать варианты с использованием внешней экспертизы в Data Science? Я думаю, что можно далее переходить, Сергей. На самом деле, это последний слайд, это выводы. Больших слайдов у нас нет, поэтому, если кто-то удивился результатами или не удивился, или действительно поменял свою точку зрения после этого митинга, очень вебинары, очень было бы интересно послушать ваши комментарии сейчас, либо потом в чате тоже всем интересно. Сергей, еще же три слайда там, он видно. Раз, два, три. Да, там еще больше слайдов, да. Все остальное – это черновики. Ну да, у нас, по идее, полтора часа заявленных мы уложились. Если у кого-то, напоминаю, что если у кого-то есть также темы для воркшопа, обращайтесь в чате, в канале. Я свои контакты тоже могу везде указать, но, мне кажется, есть. Пальянова Александра пишите мне или Павлу Доронину пишите, Сергею тоже пишите по его теме. Мы всегда рады новым встречам. На третье, на пятое, воспользуюсь случаем, скажу, что у нас уже тоже запланированы и интересные мероприятия. По третьему августа уже прошел анонс. Пятого числа тоже. То есть у нас четверг. Привыкайте вечер четверга выделять под мероприятия нашего сообщества. Сергей, давай, наверное, какие-то тезисы или какие-то выводы или напутствия для тех, кто думает еще и решает. В принципе, думает, да. Ну, смотрите, что я могу со своей стороны сказать. Первый комментарий. Сейчас я просто комментарий, да, мы потом уже отвечу. Это то, что если у вас есть какие-то плюсы и минусы, которые вы не сказали сегодня, или какие-то выводы, с которыми вы хотели поделиться, пожалуйста, в свободной форме можете написать мне в Телеграм. Я это зафиксирую на презентации, потому что я после этого митинга буду работать с презентацией, суммировать все, о чем мы говорили. Поэтому до сих пор, даже после вебинара ваши ответы будут ценные для нас. Ценные для нас. А с точки зрения резюме, резюме того, что мы сейчас подискутировали, могу сказать, что в нашей компании, в которой я сейчас состою, видится то, что комбинированный подход является таким приоритетным. То есть доменные эксперты должны иметь базовые знания, чтобы что-то быстренько на коленках сделать, проанализировать различные результаты или что-либо, что связано с их доменной экспертизой. При этом не видится, что это угроза, что человек уйдет в первый момент. Второй момент. Видится, что вообще существует достаточно много инструментов, которые позволяют доменных экспертов приблизить к Data Science, не погружаясь сильно в детали в Data Science и при этом иметь эффективное решение. Это вот есть инструменты предъективной аналитики. Возможно, вы слышали, как такие компании, как Emerson или Aveva имеют такие инструменты. Есть также инструменты, не знаю, как назвать, к какому домену они относятся. Это вот SIG, где можно тоже быстро сделать аналитику инженером. Есть, допустим, также такие инструменты, как более серьезно уже это C3AI или, допустим, Data IQ, которые тоже открывают путь доменным экспертам, делают этот Data Science, делают этот путь легче. Поэтому видится, что комбинируемый подход хорош по себе, хорош собой, но в любом случае нам нужна центральная команда Data Scientist, которая сможет, собственно говоря, всех доменных экспертов вести по тематике Data Science и консультировать по сложным проектам и реализовывать их. Это мое персональное мнение. То, что я сейчас вижу, мы видим, что действительно комбинируемый подход он выиграл в результате нашего голосования. И вот второй красненький вариант это использование внешней экспертности Data Science. Возможно, что для команд, которые начинают, компании, которые начинают, было бы хорошо сначала создать центральную команду, которая построит фундамент, а затем уже подключать домен экспертов. Такой вариант видится. И потом уже переходить к комбинированному подходу, то есть уже комбинировать несколько подходов, которые мы назвали. Также интересный вариант, который видится в рамках нашей дискуссии, это как раз таки использование внутренней экспертизы Data Science, то есть нанимать в домен Data Scientist, тем самым домен будет больше знаком с Data Science и уже получается то, что необходимость в центральных командах, возможно, что она пойдет уже от доменов, то есть снизу вверх, а не сверху вниз. Возможно, что такой вариант тоже достаточно интересен для тех компаний, которые не вступили еще на свой путь. Надеюсь, что данная дискуссия и данные выводы были вам интересны, и если вы хотите что-то добавить, у нас есть буквально две минуты, чтобы что-то добавить, или высказаться вообще насчет формата, понравился вам такой формат или нет, и насчет выводов может быть, вы тоже хотите дать какие-то комментарии. Сергей, есть предложение делать продолжение дискуссии. Мне понравилось, во-первых, во-вторых, продолжение в таком практическом преломлении. Как устроено, в формате, как устроено, у кого, какие инструменты применяются, ну, де-факто, какая конверсия, сколько получается, сколько не получается, ну, вот, короче, вот так. Да, и у Людмилы в начале тоже Сименс был, был же этот запрос, поэтому я думаю, что мы запланируем. Единственное, скорее всего, по датам это уже будет сентябрь, потому что он у нас август практически укомплектован, поэтому давайте, давайте наметим эту тему на сентябрь. Надеюсь, что мы Людмилу не потеряли в рамках этой дискуссии, Людмила, надеюсь, что вы присоединились к нам. Очень интересно также узнать, что происходит у Сименса. Насколько я знаю, то, что Сименс достаточно передовой в области Data Science в том числе. Давайте тогда, да, предлагаю Сергею, наверное, завершать. Да, давайте еще одну минуту подождем. Олег высказался, может, кто-то еще хотел высказать? Угу. Евгений, может быть, вы выскажите, насколько вам было интересно, вы как бы чуть-чуть в стороне, вы не промышленная компания, да? Как вообще с вашей точки зрения выглядит данный формат? Сколько вам было это интересно? Мне вообще было очень интересно, потому что, да, действительно, в Министерстве энергетики немножко все по-другому. Не хотелось бы, конечно, так сказать, выносить на публику, но, скажем так, здесь информация практически не работает. Вот, поэтому, да, конечно, очень интересно послушать, как у нас построена вся эта деятельность в коммерческих компаниях. Вот, и, ну, вообще, я думаю, в целом такие дискуссии, они действительно нужны, потому что обмен опытом, я считаю, очень полезен. Вообще, в принципе, в нашей вот такой сфере Data Science, Data Analytics, все, что связано с датой, вот, мне кажется, у нас такое довольно, ну, пока, пока еще узкое общество, да, и оно очень коммуникабельное, и все вот эти вот встречи, обмен опытом, я считаю, очень полезными, ну, и вообще классно встречаться, знакомиться, по-моему, это здорово. Давайте продолжать. Отлично, спасибо. Да, рады, рады, рады. Рады. Что вам понравилось. Ну ладно, коллеги, тогда, я думаю, что... Сереж, можно со стороны организатора сообщества, отдельное спасибо всем, кто сегодня был, те, кто участвовал, отдельное спасибо. Сереж, тебе, конечно, отдельное спасибо, проиницировал, организовал. Коллеги, давайте в чат напишем, Сергею, спасибо за такой вклад свой, потому что потратил немало часов, мы знаем, к кому готовился, переживал, старался, мы два раза, три раза делали итерацию по улучшению, чтобы сегодня было все гладко. Мне кажется, сегодня было все супер, надо обязательно продолжать, Сереж, давай прям хорошенько возглавим, так сказать, при твоем участии, вот эту активность, мне кажется, это будет просто огромный вклад в развитие каждого, кто участвует, в повышении компетенции, развитие индустрии. Спасибо, Сереж, спасибо, и всем, кто участвовал. Спасибо, Павел, спасибо, что организовали и привлекли. Да, Сергей, большое спасибо вам. Ладно, коллеги, хорошего вам вечера. Спасибо. Хорошего вечера. Всем счастливо, хорошего вечера.